Мы с вами находимся в Центре космической технологии, на базе кафедры космической технологии, формируйтет качественной техники и кафедры радиотехнических компаний. То есть работа ведет с настройкой радиоэлектроники и программной обеспечения. Рабочая поездка заместителя министра науки и высшего образования России Дмитрия Афанасьева началась с посещения рязанских вузов. Цель поездки – познакомиться с работой и достижениями местных высших учебных заведений, а также обсуждение имеющихся проблемных вопросов и вариантов их решения. Студенты просто знакомятся с программным обеспечением или выполняют какие-то учебные или реальные задачи? Мы несколько десятков, сейчас цифра плавающая, несколько десятков студентов привлекаются к работам на руководство. Для реальных неопределений по гособороне заказов. Оценка Рязанского государственного радиотехнического университета имени Уткина положительная. Дмитрий Афанасьев добавил, что это центр компетенции федерального масштаба. И подчеркнул, что есть много интересных достижений в научной и образовательной сфере. Он посоветовал активно продвигать разработки ВУЗа и участвовать в федеральных проектах. По счастью, у нас в Рязанской области представлены все направления буквально. И везде очень серьезные школы, серьезные ВУЗы. И, конечно, надо им сейчас оказывать дополнительную поддержку, дополнительную их развивать с учетом тех запросов в обществе, в экономике, которые сегодня существуют. Мы видим, что спрос на специалистов сейчас просто колоссальный. У нас в регионе большое количество инвестиционных проектов. И главная проблема сейчас уже даже не в привлечении инвестиций. У нас действуют индустриальные парки, специальные площадки, строятся предприятия, запускаются предприятия. Самый главный вопрос – это квалифицированные кадры. И, конечно, здесь у ВУЗов ключевая роль. И сейчас нужно очень быстро меняться и соответствовать тем запросам, которые есть. Дмитрий Афанасьев посетил также РГУ имени Есенина. Встретился со студентами, познакомился с деятельностью ВУЗа. Заместитель министра науки и высшего образования России отметил, что в Рязанской области налажено эффективное взаимодействие между образовательными учреждениями, органами власти и производством, что позволяет вести активную целенаправленную работу по подготовке специалистов в соответствии с потребностями рынка труда. Продолжение следует...